Добрый день. Поэтому прошу, чтобы вы старались в этот регламент уложиться. Мы хотели бы, чтобы в течение 20 минут вы и другие претенденты и выступили, и ответили на наши вопросы, чтобы мы таким образом с вами пообщались. Поэтому желаю вам удачи и, с вашего позволения, задам вам первый вопрос. Владимир Сергеевич, хотелось бы еще раз нам, телезрители, может, этого не знают, чтобы вы рассказали о вашей трудовой деятельности, о тех успехах, которых вы добились в ходе вашей трудовой деятельности. Ну и, конечно же, главный и основной вопрос. Хотели бы услышать вашу позицию, ваше мнение, если хотите, вашу программу по тем основным шагам и по действиям, которые вы бы предприняли в случае назначения главой администрации Бахчисарайского района. То есть, что вы сделаете для того, чтобы жизнь в Бахчисарайском районе улучшилась и что нужно сделать, чтобы были довольны жители Бахчисарайского района. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые члены конкурсной комиссии, меня зовут Владимир Сергеевич Кокинес, мне 43 года и сегодня я уже шестой раз за минувшие 10 месяцев участвую в таких конкурсах. Причем в конкурсе на замещение должности главы администрации Бахчисарайского района уже второй раз. Не буду подробно рассказывать о своей биографии, потому что все, кто регулярно смотрит трансляции конкурсов, знают ее уже наизусть. Сосредоточить лишь на отдельных моментах. Окончил среднюю школу с золотой медалью. Образование высшее, инженер-строитель по специальности промышленное и гражданское строительство. Вторая специальность управленческая, менеджмент, в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. Прошел месячную стажировку в Германии в рамках президентской программы на лидирующих предприятиях. Бывший наемный директор четырех компаний, каждую из которых организовалась с нуля, развил и вывел на стабильный конкурентный уровень. Около двух лет являюсь главным редактором первомайской районной газеты «Крымперед», которая с моим приходом в редакцию стала цветной впервые за 81 год своего существования. Несколько месяцев назад проявил инициативу и обратился к губернатору Самарской области с предложением организовать в Симферополе выставку самарских промышленных предприятий. Вопрос удалось решить, выставка запланирована на этот год. Это улучшит экономические взаимоотношения между двумя регионами. С момента своего возвращения в 2015 году из Самары на историческую родину в Крым имею огромное стремление заниматься развитием Крыма на высоком уровне. Однако никаких значительных рычагов для этой деятельности у меня, к сожалению, нет. Поэтому я активно участвую в проводимых конкурсах. Более подробно об этом. 31 марта прошлого года участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Бахчисарайского района. Выиграл действующий первый заместитель главы. 22 июня участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации города Красноперекопска. Выиграл действующий депутат горсовета. 27 сентября участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Джанкойского района. Конкурс выиграл действующий первый заместитель главы. 5 октября участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Кировского района, выигрывал глава администрации местного сельского поселения и 30 октября принял участие в конкурсе на замещение должности главы администрации города Ялты, как известно, выигрывал действующий первый заместитель главы администрации. И сегодня я снова в Бочесарайском районе. Как показывает практика, у действующих работников администрации шансов выиграть конкурс больше. Между тем, факт остается фактом. Они не всегда оказываются эффективными управленцами. Более того, мой анализ ситуации в муниципальных образованиях Крыма показал, что очень часто руководство администрации не способно выстроить эффективное взаимодействие с депутатским корпусом и даже конфликтует с ним. Считаю, что это недопустимо. Районный совет является представительным органом муниципального образования и каждый депутат отражает интересы народа. Поэтому, будучи главой администрации, я в первую очередь выстрою нормальное и эффективное взаимодействие с депутатским корпусом. И это даст синергетический эффект для развития Бочесарайского района и принесет пользу проживающим здесь людям. Мной будет проанализирована деятельность администрации Бочесарайского района, выявлены существующие проблемы и приняты эффективные и грамотные управленческие решения. Будет выяснено, почему не выполняются распоряжения руководства Крыма, на какой стадии находится реализация целевых программ, почему сложилась критическая ситуация с МУПом. Повышенное внимание будет уделяться проблемам ЖКХ. Здесь нужно интенсивно сотрудничать с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Необходимо тщательно контролировать качество выполняемых работ по ремонту дорог и первоначально учитывать мнение населения при определении приоритетов в данном вопросе. По сей день актуальна проблема незаконных врезок в систему водоснабжения. По этой причине до 30% доходов коммунальных предприятий теряются. Проблема учета воды должна быть решена в кратчайшие сроки. Также необходимо тесно сотрудничать с Министерством сельского хозяйства и прикладывать максимальные усилия, чтобы животноводство, садоводство, виноградовство, а также выращивание эфиромасленничных культур интенсивно развивалось. Для этого нужно завершить вопрос инвентаризации земель и ввести неиспользованные земли в сельхозоборот. И в этом, и во всех других вопросах нужно помогать сельским поселениям и народным представителям-депутатам. Промышленность района. Винодельческие предприятия и предприятия строя и индустрии нужно поддерживать и обеспечить их инвестиционную привлекательность. Более того, должны быть проанализированы существующие в районе инвестиционные площадки и определены новые. Мне удалось заручиться поддержкой одного из самых успешных в плане инвестиций регионов России – Калужской области, которая поделится опытом и окажет информационную помощь по вопросу привлечения и выстраивания взаимодействия с инвесторами. Необходимо развивать туризм. Бакшисарайский район имеет огромный потенциал для этого. Имеются первоначальные условия не только для развития пляжных и культурно-познавательных видов туризма, но также и для приведения масштабных фестивалей. Кроме этого, существует возможность развития экстремальный туризм. Однако до сих пор нет возможности для подъезда транспорта к пещерным городам, к примеру. Данными вопросами нужно заниматься и созданные природные условия необходимо использовать для развития района. Будет проведена всесторонняя и кропотливая работа по вопросу увеличения налоговых поступлений в бюджет. Это совместная деятельность и администрации, и налоговой службы. Но благодаря этой работе возрастет объем налоговых поступлений в бюджет и появится возможность решать другие важные задачи. Задач много. В числе основных можно назвать развитие дорожной и коммунальной инфраструктур, наполняемость пансионатов и помощь мелкому бизнесу. Имеется в виду аккредитация, легализация, выведение в законное русло. Газификация. К счастью, основная часть населенных пунктов газифицирована, но есть часть и без газа. Открытие новых групп в существующих детских садах и создание новых детских учреждений. Строительство новых оборудованных ФАПов. Привлечение молодых специалистов в сельскую местность. Жилье для них. А острым является вопрос нехватки молодых медиков. К сожалению, район не принимает активное участие в программе «Земской доктор». Это нужно исправить. Не во всех селах есть аптеки. Не ликвидированы стихийные свалки и не организован должным образом вывоз мусора. Необходимо выяснить, почему не реализованы проекты по переработке твердых бытовых отходов. Требуется восстановление сельских клубов и ДК. А также нужно организовать отопление в данных учреждениях. По всем указанным мной проблемам должны быть созданы дорожные карты. По их решению и четко контролируются сроки исполнения графиков. Нужно активно работать с населением. Главная задача – слышать людей и решать их проблемы. Любой вопрос, я уверен, может быть решен в минимальные сроки. Более того, он должен быть решен. И это основная задача администрации. Кроме этого, нужно внимательно заниматься молодежью, особенно школьниками. В числе прочего, необходимо не допустить посещения ими развлекательных заведений, в которых реализуется алкоголь. Активной части молодежи необходимо выделить помещение, в котором она будет собираться и формулировать свои идеи по развитию города и района. Должен быть создан информационный портал, на который граждане будут сообщать о всех городских проблемах и вопросах, на которые они хотят обратить особое внимание администрации района. В числе моих приоритетных задач на должности главы администрации Бахчисарайского района будут Четкое и своевременное выполнение распоряжения главы Республики Крым и решение Бахчисарайского районного совета. Обеспечение эффективного взаимодействия с народными избранниками. Я хочу подчеркнуть это. Это очень важно. С депутатами райсовета, а также с населением района. Уверен, что если на этом конкурсе мне удастся войти в число двух кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, то и народ, а следовательно и народные избранники депутаты Бахчисарайского районного совета поддержат мою кандидатуру для назначения на должность главы администрации Бахчисарайского района. И это решение будет знаковым и для Бахчисарайского района в частности, и для Республики Крым в целом. Благодарю вас за то, что уделили мне время. Готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо, Владимир Сергеевич. Я старался. Опыт, да, он, конечно, приносит свои плоды. Вы уложились практически в 10 минут, то есть оставили нам возможность задать вам вопросы, а вам на них ответить. Спасибо вам за выступление. Так, уважаемые коллеги, ну что, давайте, есть возможность задать вопросы нашему кандидату. Пожалуйста, в каком порядке будем? Да, ну давайте, да, пожалуйста. Владимир Сергеевич, раскройте, пожалуйста, понятие государственное устройство Российской Федерации. Государственное устройство Российской Федерации, оно обозначено в основном законе Российской Федерации и ее Конституции. Российская Федерация является правовым, демократическим государством с республиканской формой правления. Главой государства является президент Российской Федерации. Власть представлена законодательной, дальше исполнительной и судебной. Государство состоит из субъектов Федерации. Одним из субъектов является Республика Крым. Спасибо. Владимир Сергеевич, назовите, пожалуйста, основные полномочия главы Республики Крым. Основные полномочия главы Республики Крым. Он является основным руководителем, он определяет принципы и методы пути решения задач по развитию Республики Крым. Глава Республики Крым выносит на рассмотрение Государственного Совета бюджет, какие-то назначения, которые утверждает Государственный Совет. Это основное. Может быть, чего-то важного не назвал, то прошу прощения. Спасибо. Владимир Сергеевич, назовите, пожалуйста, основные нормативно-правовые акты Российской Федерации по противодействию коррупции. Основными нормативно-правовыми актами Российской Федерации по противодействию коррупции, во-первых, это Конституция Российской Федерации, во-вторых, это закон о противодействии коррупции, в котором прописаны все принципы и методы противодействия коррупции, и указаны основополагающие принципы борьбы с ней, в числе которых основным является развитие нетерпимости в обществе по отношению к коррупции. Это основополагающий принцип. И свободы, так сказать, и права человека и гражданина. Ну и есть еще ряд законодательных. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, в какой цели проводится аттестация муниципальных служащих, и какая ее периодичность, во сколько, в какой период времени она проводится? Да, конечно. Регулярно проводится аттестация муниципальных и государственных служащих. Ее цель является выявление соответствия сотруднику квалификационным требованиям, которые предъявляются к какой-то конкретной должности. Аттестация проводится, насколько я помню, раз в три года. Более того, если сотрудница ушла в декретный отпуск, то после выхода из декретного отпуска аттестация, возможно, не ранее, чем через год после выхода. То есть вот так. Еще вопросы, коллеги, пожалуйста. Владимир Сергеевич, назовите права гражданина при рассмотрении обращения. Спасибо. При рассмотрении поданного обращения гражданин имеет право ознакомиться с материалами, которые касаются, с документами, которые касаются рассмотрения его вопроса. Гражданин имеет право, ну, изначально, так сказать, он подал обращение, ему должен быть предоставлен 30-дневный срок письменный ответ. Если рассмотрение затягивается в связи с тем, что необходимо уточнить в каких-то, так сказать, структурах, уточнить этот вопрос, то может продляться еще на 30. Но гражданин имеет право, чтобы его уведомили о том, что, так сказать, его вопрос будет решен позже, чем в 30-дневный срок. Заключительно гражданин имеет право написать заявление, чтобы свой вопрос, так сказать, аннулировать, прекратить его. Вот. Что еще? Ну, наверное, вот это основное то, что мне удалось вспомнить. А так, это прописано также в законе. Все подробно. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы. Владимир Сергеевич, назовите преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. И какие муниципальные услуги представляются структурными подразделениями администрации муниципалитета? Это замечательно. Значит, этот портал очень прекрасный, здорово то, что он есть. Я часто им пользуюсь непосредственно. Поэтому основными преимуществами является то, что гражданин может просто войти в этот портал и, значит, запросить какие-то документы. К примеру, справку о несудимости. Он может запросить и в кратчайшие сроки ее получить. Он может, так сказать, обратиться с просьбой о получении водительских прав подать документы. То есть там широкий спектр, так сказать, услуг. И что касается налогового законодательства и что касается массы других юридических вопросов, гражданин имеет полное право оперативно, так сказать, не приходя в какое-то учреждение решить свой вопрос. И это очень здорово. И это эффективно. То есть ускоряется и упрощается? Однозначно ускоряется. И у гражданина, что самое главное, после того, когда он получает этот ответ, у него формируется положительное отношение к органам государственной и муниципальной власти. То есть это приносит пользу. Перечислите, пожалуйста, правовые акты, издаваемые главой администрации Бахчестарайского района. Глава администрации Бахчестарайского района подписывает следующие документы. В числе основных это распоряжение, постановление. Глава администрации Бахчестарайского района. Как бы да, распоряжение, постановление. Возможно, скорее всего. Есть еще какие-то документы, приказы, наверное. Это основное. Спасибо. А так, вам спасибо. Так это тоже все закреплено в соответствующем законодательстве. Спасибо. У законного исполнения службы. Спасибо, коллеги, да, все вопросы задали. Спасибо вам, Владимир Сергеевич, за ваше выступление, за ваши ответы на вопросы. Поэтому просим вас пока находиться в комнате, да, для ожидания, и когда комиссия примет решение уже. Спасибо вам. Спасибо, всего вам доброго. Приглашается кандидат до Телевского. Да, пожалуйста, да, Александр Телевский. И ровно часа с вами работаем в рамках проведения сегодняшнего конкурса. Ну что, все кандидаты у нас выступили, ответили на вопросы. Кто-то ответил, кто-то не ответил на вопросы. Кто-то даже, видите, пытался поделить нашу комиссию на две трети. У него это не получилось. Но, тем не менее, это право наших конкурсантов. Коллеги, я предлагаю вот в таком публичном режиме обсудить, обменяться мнениями. Как вы считаете, насколько сегодняшние наши участники были подготовлены? Приятное, может быть, неприятное впечатление оставили? Как считаете? Да, да, пожалуйста, скажи. Ну, кандидаты, некоторые подошли, мое мнение, ответственно к конкурсу, некоторые не очень. Да, много говорилось о проблемах района, но хочу заметить, что мало говорилось о именно решениях этих проблем. Потому что о проблемах населения все знают, где у них недоразвита или как неразвита ЖКХ сфера, туризм и так далее. Но вот как именно выходить из этого, из такой ситуации, мало было сказано. Но были кандидаты, которые говорили об этом. Ну, я с вами соглашусь. Последние два выступления были такие достаточно четкие в этом плане. По крайней мере, коллеги говорили не только о том, где есть диспропорции в развитии, но и предлагали варианты, как из этого выходить. Я соглашусь с вами. Пожалуйста, еще коллеги, есть какие-то мнения? Ну, также хочу подчеркнуть, что все кандидаты обозначили проблемы. Абсолютно хорошо ориентируются, большинство здесь живут, поэтому, в принципе, достаточно о них нам подробно рассказали. Детально изложили только несколько решений проблем. Опять же, есть утвержденная программа, и было бы логично следовать ей, а не менять все на переправе коней, как сказать. Вот. Хотелось бы подчеркнуть, были лица, которые будут очень активны, как называется, активны гражданин. Было бы неплохо их привлекать именно в общественную деятельность. Вот такие люди, которые очень воспринимают все через себя, ну, совершенно неравнодушимы. Даже вот кто же, да, расписание на остановке – мелочь, но действительно… Да, я тоже обратил на это внимание. Да, я думаю, таких людей, конечно, нужно привлекать в общественную работу. Да, согласен. Коллеги. Можно еще? Да, конечно, пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, как Вы сказали сегодня перед началом нашего конкурса, что, к сожалению, это уже не первый конкурс, и хотелось бы, чтобы этот процесс остановился в нашем районе, так как мы очень переживаем за наш район и хотим, чтобы он только процесс развивался. Поэтому, конечно, выступили все, как уже было сказано, о проблемах сказали, но я думаю, что последние два кандидата, которые какие-то пути решения, и надеемся, что обозначили они это все, и надеемся, что эти люди смогут что-то сделать для нашего района. Ну, видите, тут опыт, конечно, работы в этом плане сказывается, хотя и опыт участия в конкурсах тоже. Вот первое было такое у нас яркое выступление, но… Я думаю, что они уже проблемы изнутри видят и знают, как и что работать, так скажем так. Ясно. Так, коллеги. Ну, еще будут какие-то мнения? Хорошо, спасибо. Ну, в соответствии с нашим порядком, с нашим регламентом, нам сейчас необходимо с Вами будет объявить перерыв для того, чтобы мы оформили протокол, заполнили наши ведомости с результатами оценки, уже в таком, в непубличном плане обсудили это все. Поэтому я предлагаю нам сделать с Вами перерыв в течение 15 минут. Думаю, что мы уложимся в этот срок. Хотел бы попросить, чтобы средства массовой информации на этот период нам дали возможность поработать самостоятельно, ну и, конечно, чтобы мы прекратили трансляцию. Поэтому думаю, что через 15 минут мы будем готовы включиться и объявить результаты нашего сегодняшнего конкурса. Так, еще раз добрый день, уважаемые наши кандидаты, участники, уважаемые члены конкурсной комиссии, все те, кто нас смотрит сегодня в прямом эфире. Напомню, что у нас проходит конкурс в Бахчисарайском районе на замещение должности главы администрации Бахчисарайского района. Мы уже провели два этапа этого конкурса, только что закончилось индивидуальное собеседование, и мы, собственно говоря, членами комиссии уже обсудив, приняли решение и готовы это решение огласить. Ну, во-первых, еще раз хочу поблагодарить всех кандидатов, которые приняли участие в этом конкурсе. Выступления, конечно, были самые разные, но самое главное, что все наши претенденты любят Бахчисарайский район и хотят, конечно же, чтобы он развивался, и чтобы день ото дня становилась лучшая жизнь, развивалась экономика, развивалась промышленность, сельское хозяйство. Поэтому спасибо вам за такое неравнодушие ко всем проблемам района. Хочу напомнить, что сегодня наша конкурсная комиссия должна из всех претендентов определить две кандидатуры, которые будут рекомендованы в сессии Бахчисарайского районного совета, и уже депутаты будут выбирать и определяться, кто, собственно говоря, станет главой администрации Бахчисарайского района. Я хотел бы озвучить несколько результатов, озвучу тройку победителей нашего конкурса и скажу о тех двух человеках, которые выйдут по решению комиссии на сессию. Третий результат сегодня показал Владимир Сергеевич Кокинос, а два первых результата показали Елена Владимировна Давыдченко, она, по мнению конкурсной комиссии, получила сегодня 67 баллов. И Светлана Николаевна Львова, с нашей точки зрения, сегодня является победителем этого конкурса, она получила 76 баллов от конкурсной комиссии. Таким образом, по решению нашей комиссии Елена Владимировна Давыдченко и Светлана Николаевна Львова будут представлены от лица комиссии сегодня, насколько я понимаю, состоится сессия, вот сегодня будут вынесены на решение депутатского корпуса. Вот такое наше решение уже, друзья, я искренне еще раз благодарю всех конкурсантов, я искренне благодарю всех участников, членов нашей комиссии, желаю всем успехов и надеюсь, что все мы вместе, ну, по крайней мере, все претенденты точно сделают все возможное для развития устойчивого, хорошего и процветания Бахчатарайского района. Спасибо вам большое, на этом заседание конкурсной комиссии объявляется закрытым. Спасибо.